ПОЖАРНЫЕ 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 И это далеко не все. При выезде на место тушения пожара Павел должен правильно ориентироваться на дороги и знать о нахождении ближайших источников воды. Также в его задачи входит подача жидкости в бронспойт. А в случае экстренной ситуации водитель должен уметь заменять любого из пожарной бригады. Прибавьте к этому обязанность знать каждую деталь своего автомобиля, чтобы в случае чего суметь быстро устранить неисправность. Однако такой внушительный перечень обязанностей не мешает Павлу любить свою работу. И по его словам, эти чувства идут из детства. В детстве встречались крупные пожары, куда уезжали пожарные автомобили. Кто был маленьким, было очень интересно посмотреть на этот автомобиль. Даже когда приходили выставки, приходили просто с ребятами полазить на этих машинах. Ну, они большие, красные, привлекают очень сильно внимание. Любовь к технике у водителя не заканчивается за воротами пожарной части. Павел владелец внедорожника, который в свободное от работы время он, можно сказать, собрал сам. От российского автомобиля здесь остался разве только кузов. Здесь стоит родной двигатель, доработанный буквально на место 1,7-1,8 объем. Плюс изменена трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка редуктора. Все сделано не на скорость, как многие любят, а наоборот, на тяговое усилие, чтобы автомобиль, как говорят, ехал медленно, наверное. Павел состоит в сообществе «Сибирские волки». Это клуб любителей внедорожной езды. Это своего рода отдушина после тяжелой и напряженной работы в пожарной части. Вместе со своими друзьями водитель объездил весь округ. Проходил там, куда никто в здравом уме и не сунулся бы, признается экстремал. Какой-то автомобиль способен преодолевать глубокие броды, болота, грязь. Может тащить спокойно за собой еще такой же 1-2 автомобиля. То есть, грубо говоря, для него очень мало преград остается. Слова «преграда» просто нет в лексиконе пожарного. И всякий раз, когда раздается тревога, Павел знает. Благодаря своим знаниям и навыкам он сможет доехать до очага возгорания быстро и самым коротким путем. Там, где все остальные не пройдут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова